Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Создатель этого уникального зрелища Австралиец Дэвид Аткинс Режиссер и продюсер Один из самых известных в мире постановщиков Инновационных, высокотехнологичных шоу Девушки отдыхают Оживая в герб Москвы На наших глазах разворачивается битва покровителя Москвы Святого Георгия Победоносца с драконом По преданию это одно из самых известных чудес Святого Георгия Убийство копьем змея или дракона Легенда чудо Георгия о змее имеет очень много вариантов Мы с вами смотрим версию Дэвида Аткинса Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают экопаука более 70 восхождений на высотное строение по всему миру. Поскольку обычно он совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его он неоднократно арестовывали несколько десятков раз в разных странах мира. Именно за это он и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. На фасаде здания МГУ мы видим виртуальную жарптицу. Это один из любимых персонажей русских сказок. Она обладает способностью светить и своим блеском поражает зрение человека. При этом пение жарптица исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Книгу рекордов Гиннесса Виртуальная жарптица воплощается в реальную звезду оперной сцены. И над Воробьевыми горами звучит чистая серебристая сопрано лауреата международных конкурсов Анны Половинкиной. Улетай на крыльях ветра. Это фрагмент из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Песня «Князь Игорь» Песня «Князь Игорь» Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. На наших глазах здание Московского университета превращается в ледяной дворец. И в этом дворце, похоже, кто-то дает бал. Попробуй угадай, кто. В университете обучается около 35 тысяч студентов, 5000 аспирантов, докторантов, соискателей и 10 тысяч слушателей подготовительных отделений. В общей сложности около 50 тысяч человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы видим, как по фасаду МГУ продолжает карабкаться. Это Ален Робер, немного напоминающая Энтони Куина на стене собора Парижской Богоматери. Куина на стене собора Парижской Богоматери. Парижской Богоматери. Куина на стене собора 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 Парижской Богоматери. Субтитры подогнал «Симон» Далее Дэвид Аткинс приглашает нас в удивительный экзотический мир природы. Каким бы он выглядел, не тронутый еще заботливый в кавычках рукой человека. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Даже сидя у телеэкрана мы слышим красивые, сочные, объемные звуковые эффекты. Для того, чтобы всем зрителям от здания МГУ до смотровой площадки было не только одинаково хорошо видно, но и качественно слышно, задействованы 12 линий акустики. Так называемая звуковая задержка. Субтитры подогнал «Симон» Для создания проекции задействованы 40 световых приборов Big Light. Общая протяженность лучей которых более 40 километров. Следующая глава нашего путешествия как будто переносит нас в конец 40-х, начало 50-х. Мы видим на броске графическую идею будущего главного корпуса МГУ. И вот разворачивается строительство. Здание МГУ было построено в 1949-1953 годах. Долгие-долгие годы до строительства «Триумф-Паласа» здание являлось самым высоким административно-жилым зданием в Москве. Высота 182 метра, со шпилем все 240. 36 этажей в центральной части здания. И вот мы отправляемся в путешествие по столицам и по самым знаменитым зданиям и сооружениям мира. Московским шедеврам, конечно, делено особое внимание. Продолжение следует...